Как вы оцениваете, вот это распоряжение, которое получили на местах, на войну должны отправиться преступники, чье дело еще расследуется, еще банкроты, безработные, подлежащие депортации мигранты. И вот действительно вопрос, какого качества будет это войско, как они вообще приказом будут подчиняться? Это, я бы сказала, не проблема, а решение. Я глубоко убеждена, что эту войну Путин готовил давно. Он давно, как мы видели, собирался сделать из тюрьмы именно вот такой вот практически бездонный резервуар именно для войны, чтобы закидать заключенными украинскую землю по двум, по крайней мере, причинам. Во-первых, публика в полном восторге, российская публика, потому что пока забирают на войну заключенных, считается, что вроде бы меньше трогают обычных людей. И это вызывает, в общем, полную поддержку и удовлетворение. Это во-первых. Во-вторых, знаете, он таким странным образом осуществил вековую мечту правозащитников, разгрузка российских тюрьм. Он очень здорово разгрузил тюрьмы. Такого числа заключенных в России не было никогда. Сейчас минимальное количество в районе 250 тысяч. Я напомню, что в начале войны было 420 тысяч. И за это время еще посадили довольно многих людей. То есть идет полная разгрузка, снижается давление на социальную сферу, на бюджет и так далее. Но, черт возьми, мы не думали, что разгрузка тюрем будет не гуманитарной акцией, а вот такой вот наоборот, что тюрьмы разгрузят за счет смертей и заключенных, и людей, которых они убивают в Украине. Самое главное. То есть это на самом деле дико циничный и эффективный план. Очень похожий, знаете, на что? На послевоенные сучьи войны. Это тогда придумал, как говорят, Берия. И в этом можно не сомневаться. Когда сажали вместе заключенных, которые были против участия, ну, по блатным понятиям, других заключенных в войне. И тех, кто возвращался с войны, бывших заключенных, сажали вместе. И они просто друг друга все перерезали. Хотя, в общем, если бы имели в виду сберечь человеческую жизнь, они просто бы сажали их в разные зоны. Но нет, это было сделано специально. И не знаю, руководствовался этим Путин или нет, но я думаю, что да. Это просто уничтожение такого действительно маргинального слоя. Ведь еще в этом приказе, широко обсуждаемом, там не только заключенные, получившие сроки. Там вообще полностью весь список низших социальных категорий. Это еще и арестованные, которые не получили приговоры. Сейчас из СИЗО можно брать вот сразу же после арестного дела. Это люди, которые, наоборот, освободились уже из тюрьмы по концу срока и ушли под административный надзор. Это вообще люди с судимостями. Это должники. Это граждане, стоящие на учете в разнообразных наркоконтролях. Это люди с определенными ментальными отклонениями. Ну, то есть это вот 22 категории. Это полный, действительно полный набор. Не забыли никого. Вот все, так сказать, нижние ступени российской иерархии. Давайте еще не забудем о мигрантах, которые только что получили российское гражданство или собираются получать. Они тоже мгновенно отправляются на фронт, и мы видим, в общем, уже как обычную вещь, облавы в мечетях, где специально забирают молодых мужчин, какие бы они ни были, и без всяких разговоров отправляют их на фронт. Российское общество это приветствует. Ведь, смотрите, называется разное число погибших российских граждан в Украине, вплоть до 350 тысяч. Мы не знаем, не можем судить, насколько это точно, поскольку есть только один источник, украинский, и, естественно, россияне ничего об этом не говорят. Но совершенно понятно, что потери колоссальны. А кого это волнует в России? Никого. Мы не видим никаких по этому поводу, даже ворчаний не видим, ничего. Это первая война в истории России, даже в истории Советского Союза, когда вот такие огромные потери общества вообще игнорируются полностью. Знаете, вот то, что касается заключенных, все настолько действительно поставлено на поток. Они теперь не просто забирают, контрактируют, а теперь они подлежат особому воинскому учету, это так называется. И вот, как сообщает ТАСК, кабинет министра внес даже соответствующие поправки в положение о воинском учете. И заключенные будут закреплены за специальными даже военкоматами. Вот на учет их будут ставить даже без личной явки. И не будут проходить там ни медобследования, ни психологический отбор какой-то. Это, в принципе, говорится об этом всем постановлении этого правительства. Похоже, вот в Росколониях вообще скоро сидельцев не останется, если так и дальше пойдет, как вы думаете? Вы знаете, эта история тоже имеющая очень далеко идущие последствия. Надо сказать, что еще в прошлом году Пригожин, когда вербовал заключенных Вагнер, говорил им о том, что скоро вот такие будут кругом столы специального воинского учета. И айда со мной, потому что вас все равно потом забреют всех насильно. Бесплатно, да? Да. Потом, несколько месяцев назад, я думаю, что в конце августа, начале сентября, когда пошли слухи о новой мобилизации, мы увидели, что во многих зонах, по крайней мере, готовятся к появлению таких столов воинского учета. Они отдельно от военкоматов и занимаются этим сотрудники. И тогда снова пошла большая волна вербовки уже Министерства обороны, потому что заключенные поняли, что сейчас они пока могут иметь возможность стать контрактниками. А с появлением этих специальных столов воинского учета их уже никто спрашивать не будет, никаких денег даже не будут обещать. И когда эта волна слухов о всеобщей мобилизации спала, мы вдруг сейчас видим все-таки появление этого законопроекта, который говорит о том, что, конечно, заключенных заберут всех. И как прав был Пригожин, который именно это и обещал. Да, заключенных заберут всех. Такой еще вопрос хотели с вами обсудить. В Госдуме готовят законопроект о выделении россиянам на оккупированных территориях восточно-украинского гектара. Вот об этом рассказал инициатор проекта, лидер партии «Родина» Алексей Журавлев. Речь идет о получении земельных участков в оккупированной части Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. И в приоритетном порядке землю планируют выделять как раз участникам войны в Украине. Что скажете о такой инициативе? Знаете, они трупы своих солдат не вывозят, которые гниют в этой земле. Но вот уже планируют ее гектарами раздавать. Вы знаете, это тоже имеет отношение к давнему плану. Его приписывают авторству Сергея Кириенко, нашего давнего киндер-сюрприза. Уже давно не киндер, уже давно не сюрприза. Который отвечает в администрации Путина за внутреннюю политику. Это связано как раз с последствиями конфликта, старого конфликта Пригожина с Шойгу. Уже давно нет никакого Пригожина. Последствия его конфликта, они вот до сих пор очень давят на, я бы сказала, на обычных россиян и вызывают недовольство. Что это за последствия? Это прежде всего то, что после конфликта Вагнер был фактически выведен в Россию. И по словам Пригожина, 32 тысячи заключенных он отпустил в Россию, опасных заключенных. По моим подсчетам 25, может быть меньше, потому что Пригожин врал-то тоже неплохо. И это было внезапно. Это было Кремлем никак не предусмотрено. И пошла в рост кривая преступности очень резко. И это, конечно, вызывает недовольство и опасение. Больше того, конечно, на простых россиян Путину глубоко наплевать. Но дело в том, что это же преступники, которые возвращаются в небольшие города. В небольшие города, поселки. И они очень часто встречаются с теми людьми, которые их арестовывали с полицейскими. Которые их судили, обвиняли. И пошел в вал сообщение об угрозах. Об угрозах судим, об угрозах полицейским, об угрозах следователям прокуратуре. То есть опоре путинского режима. И, конечно, они должны быть каким-то образом снова отправлены на фронт. И как-то изъяты вообще со свободой и с этих территорий. Дело в том, что с самого начала предполагалось, что никто никуда не уйдет. А все останутся на оккупированных территориях так или иначе. Недаром же сейчас бывших вагнеровцев, бывших заключенных рекламно и очень охотно вербуют в Росгвардию. Но в Росгвардию только на оккупированных территориях. И заключенных стараются нигде не брать на работу внутри России. И выдавливают их на оккупированные территории. Ну, так же, как батальон Ахмад сейчас тоже говорит, что он забирает заключенных. Но он забирает в основном мусульман, по большому счету. Мусульманам тоже, в общем, некуда деваться заключенным. И они тоже охотно вербуются. А это еще один способ оставить заключенных именно на оккупированных территориях. Ну и, конечно, жители оккупированных территорий получат сейчас не только оккупационные власти. Они получат не только сроки за любое сопротивление и унижение. Они еще и получат араву. Араву российских зэков. КОНЕЦ